Аккуратненько режем, вот так получилось в разрезе. Друзья мои, сейчас нарезаем кольцами. Вот такие они. Всем привет, друзья мои. Я рад вас приветствовать на своей кухне. С вами я, Роман Борисович. Все ближе и ближе у нас Новый год. Хочется друзей, родных, близких, внука своего Владимира удивить чем-то новым. И вот я сегодня хочу вам предложить рулетики из Пангасиуса. Это же акульий сом. Но это Пангасиус, ну все слышали, а что Пангасиус еще правильно называется акульий сом. Ну вот я хочу вам два слова рассказать про эту рыбу. Эта рыба хищник. Она водится в пресных водоемах в Восточной Азии. И вот я хочу с нее сделать рулеты, потому что филе нежное. Я сделал рулетики. И мы будем сегодня коптить. Так что не переключайтесь. Оставайтесь со мной. С вами Роман Борисович. Солим для копчения Пангасиуса в селе. Пару слов о нем вы все знаете, видели в магазинах. Она продается, всякие слухи про нее ходят. Но я вкратце расскажу, что за рыба. Это семейство сомообразных. Обитание. Обитает она в Восточной Азии. Еще ее называют акулий сом. И вот мы сегодня будем ее готовить. Солить я ее буду буквально полвремени. Часов 12, не больше. Это филейка. И потом буду коптить. Достал, промыл. Теперь я подсушиваю его. Выложил на полотенце. И вот таким образом идет у меня обсушка его. А дальше мы будем коптить. Дальше будет интереснее, друзья мои. Вот такие у нас рулетики получились. Пока рулеты с пангасиуса обсушиваются, пару слов по щепе, на какой я буду коптить. Щепа для рыбы. Здесь у нас получается ольха, бук и чабрец. Чабрец, это трава, кто не знает, такая. Пангасиус готов. Абсолютно сухой. Сейчас мы его вывешиваем и отправляем на копчение. Ставим на огонь коптилку. До 70 градусов догоняем, чтобы затлели опилки. И потом коптим 40 минут при температуре 70-80 градусов. Вот, дымок пошел по шлангу. В коптилке у нас 30 градусов. И сейчас ставим на медленный огонь. У нас на градуснике 70 градусов. Я убавил полностью на минимум. Сейчас 40 минут мы будем ее коптить, стараясь удержать эту температуру. Филе очень нежное у пангасиуса. Копченые рулеты из пангасиуса. Смотрите, друзья, какое чудо получилось. Приятный копченый аромат. Рыбой вообще не пахнет. Сейчас вывесится. Остынет полностью. В холодильник. Потом будем пробовать. Пробуем, друзья мои. Соли достаточно. За что я переживал? Текстура продукта. Нежнейшая. Ни кислинки, ни горчинки. Это я имею ввиду при копчении. Чтобы проветрилось хорошо. Все выветрилось. Чуть-чуть подмозло. Тает во рту. Результатом я доволен. Кому понравилось мое видео, делитесь, подписывайтесь на мой канал. С вами был Роман Борисович. До новых встреч.